Всем привет! С недавнего времени мы начали делать переводы SCP-объектов, которые публикуем в Телеграме. Стараемся делать один большой перевод за неделю. Вы можете поддержать это дело, а также просто канал на Donation Alert. Ссылка в описании. Объект номер SCP-2898. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Дом, содержащий SCP-2898, был куплен и помещен под попечительство фонда. Стены дома должны ежедневно проверяться на наличие новых экземпляров SCP-2898-A, а датчики движения быть установлены по всему дому, чтобы обнаружить новые проявления SCP-2898-B. Остатки экземпляров SCP-2898-B должны быть удалены из дома и утилизированы надлежащим образом. Описание. SCP-2898 представляет собой серию структурных аномалий, возникающих в двухэтажном бунгало, расположенном на Авеню в Джорджтауне. SCP-2898-A – обозначение изображения человеческих лиц, спонтанно появляющиеся на внутренних стенах резиденции. SCP-2898-A появляются на всех типах поверхностей, включая бетон, штукатурку, дерево, толстые слои краски и, в некоторых случаях, на стенке из рисовой бумаги в главной спальне. Экземпляры изначально расплывчаты и имеют лишь мимолетное сходство с человеческим лицом, но в течение последующих 5-6 дней они становятся более четкими и контрастными, образуя четко различимое изображение. После чего экземпляры SCP-2898-A постепенно превращаются в целостное изображение человеческого тела в течение трех недель. Секция стены, содержащая полное изображение SCP-2898-A, в конечном итоге воспроизводит живое гуманоидное существо, обозначенное как экземпляр SCP-2898-B. Все экземпляры SCP-2898-B, по-видимому, построены из обычных строительных материалов, в частности, материала подобного материала поверхности стены, из которой они выходят, а иногда из небольших количеств биологического вещества человека. Частичный список сущностей приведен ниже. Все экземпляры SCP-2898-A и B напоминают L.P.I. 5775 Беатрис Чо, бывшего жителя Авеню. Чо была художницей, известной своей работой в ГОИ-165 «Коллектив возрождения» и часто включала аномальные предметы в свои скульптуры. В 1999 году ей поставили диагноз деменция, и два года спустя ее семья отправила ее в дом престарелых. Хотя биологические материалы, обнаруженные в некоторых экземплярах SCP-2898-B, по-видимому, получены L.P.I. 5775, она остается в хорошем физическом состоянии. 57 одинаковых символов, нарисованных розовым мелом марки Крайлон, расположены по всему интерьеру здания, наибольшая их концентрация на северной и западной стенах. L.P.I. 5775 утверждает, что не несет ответственности за создание SCP-2898, но в одном интервью она заявила, что могла легко забыть это из-за своего состояния. В настоящее время изучается возможная связь с SCP-474. 20. Приложение. 2898-1. Частичный список проявлений SCP-2898. 20. Описание. Предполагается, что он появился из бетонной стены в подвале. Похоже, что экземпляр отошел от стены и свернулся в позе зародыша под столом, где он в конечном итоге и остался. Экземпляр был обнаружен при приобретении резиденции фондом. Номер 43. Описание. Появился из стены в главной спальне, которая была полностью перекрашена в прошлом. Экземпляр состоял из влажной краски и приблизительно 45 кг человеческих волос, позже подтвержденных как принадлежащих ЛПИ 5775. Сразу после появления экземпляр начал лихорадочно месить лицо обоими руками, в явной попытке усилить черты лица. Экземпляр затвердел через 52 секунды. Номер 105. Описание. Появился из кафельной стены в ванной комнате на первом этаже. Экземпляр был изготовлен из керамики с грубо соединенными шаровыми шарнирами. Сразу после его появления сущность имитировала использование молотка и зубила в течение примерно 5 минут, прежде чем полностью прекратила всяческую деятельность. Номер 132. Описание. Появился из стены студии. Экземпляр состоял из мокрого гипса. Он неоднократно подбирал инструменты для лепки и бесцельно ходил по комнате, после чего через 4 минуты полностью осел и рассыпался в пыль. Несколько полос от белиной ткани, вместе с фрагментированными костями, по-видимому, человеческого происхождения, были обнаружены на полу студии после разложения экземпляра. Кости были позже идентифицированы как принадлежащие ЛПИ. Номер 179. Описание. Появился из панельной стены в гостиной. Экземпляр, казалось, был сделан из дерева, но быстро высох за 21 секунду. В течение всего этого времени он находился в состоянии крайней дезориентации и паники. Было замечено, что по телу сущности после прекращения движения распространился лакированный блеск. Приложение 2898-02. Выдержки из рукописных заметок, полученных на авеню. 7-5-1919. Полагаю, я бы пожаловалась, но это несправедливо. Я видела достаточно, чтобы понять, что ничего не вечно. Даже камень мягок, податлив и смертен с правильным набором инструментов. Продолжение во вторник. Ханна забирает меня, так как она запретила мне водить машину. 12-5-1919. Мы раздумывали о том, чтобы уехать. Но одной пожилой женщине в доме нелегко переехать. Кроме того, мне нужно переместить в студию. Дополнительное пространство трудно создать в месте, которое не принадлежит вам. 27-7-1919. Я открыла студию впервые за последнее время. Хотя утешает, что я все еще что-то могу, но странно видеть, сколько произведений я не помню. Примечание для себя. Оставлять пометки с указанием времени и даты. 13-9-1919. В каком-то смысле человек не чувствует, как он движется. Я много раз прихожу и ухожу. Оставляю комнаты только для того, чтобы войти в них через минуту, забывая то, что я забыла. Только дом остается неизменным. Ханна говорит, что там слишком много комнат, что я создаю беспорядок в этом месте. Но мне нравится, как оно есть. Я прихожу и ухожу, а комнаты остаются прежними. Я думаю, что они формируют меня. 30-12-1919. Получила письмо от старого друга в Штатах. Должно быть, я раньше им все говорила, так как они желают мне здоровья. Их работы странно всплывают у меня в памяти. Возвращаюсь в те времена. Импринты, вливания, гравюры разума. Знаки, которые рисуют сами. Мне интересно. 11-е, 1-е, 2000-е. Я нахожусь в студии в эти дни. Есть что-то поддерживающее в творчестве. Даже в создании небольшого произведения или переделки. Я создала, следовательно, я существовала. Я создаю и я существую. Я создаю и снова существую. И опять, и опять. 19-е, 3-е, 2000-е. Я думаю, что каждый день как новый для меня. Я точно знаю, что сейчас Ханна приходит чаще. Я знаю, потому что не делала списки покупок в течение прошлых двух недель или около того. Если я не составляла списки покупок, то некоторое время не ходила на рынок. Я бы пожаловалась, но я не думаю, что в состоянии делать это больше. 3-е, 5-е, 2000-е. Кашляю чаще. Ханна говорит, что это от пыли в воздухе студии. Мы пошли на компромисс, и она помогла мне перенести некоторые вещи в гостиную, где было больше света. Я напугана, потому что я больше не могу найти некоторые вещи. 6-е, 2000-е. Ханна беспокоится за меня. Она говорит, что я звонил ей прошлой ночью и что я была очень напугана, что я была одна в доме. Это бред. Я не боюсь дома. Дом не боится меня. Гончарное изделие не боится формы, из которой оно появляется. 23-7. Я нахожу больше одних вещей в своем доме и не нахожу других. Но если они в моем доме, значит я сделала их или потеряла. Дом говорит мне, что это правда. 1-9. Я не могу найти студию. Я думаю, что потеряла студию. Но я не думаю, что дом потерял меня. Продолжение следует... Продолжение следует...